Железную дорогу в обход Алматы начали строить в Алматинской области. Проект призван значительно сократить время перевозки грузов между Казахстаном, Китаем, Центральной Азией и Россией. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов. Сегодня он участвовал в церемонии закладки первого платно-железнодорожной линии. О крупном инфраструктурном проекте материал Адель Акжаркеновой. Грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в прошлом году превысили исторический максимум свыше 23 миллионов тонн. В этом году показатель вырос ещё на 22%, отметил Алихан Смаилов, из-за чего ЖД-узел Алматы испытывал повышенную нагрузку. Исправить ситуацию позволит запуск обходного пути ЖД-кен-Казыбек. На данном транзитном коридоре Алматинский железнодорожный узел обеспечивает движение поездов по четырём направлениям. Глава правительства подчеркнул, что производством шпал, рельсов и трансформаторов, а также поставкой инертных материалов песка и щебня занимаются местные компании. Протяженностью 75 километров, на которой будет построено три станции, и которая соединит наш транзитный ход с Алтенколя назначением на Европу, на Среднюю Азию и направление портов Каспийского моря. Это и Автавпорт, и Курок. Эта железнодорожная линия, во-первых, даст эффект для пропуска транзитных поездов, сократит их время до полутора-двух суток. Масштабный проект реализуют по поручению президента. Касым Жумартукаев не раз отмечал особую роль транспортно-логистической отрасли в экономике страны. Для обеспечения бесперебойного экспорта различных товаров в ближайшее время планируется начать строительство двух железнодорожных линий, которые выйдут на третий международный стык с Китаем. Всего в течение трёх лет построят свыше 1300 километров новых железнодорожных путей. Адель Акжаркин, Вахангельда Ахмедханов, телеканал Алматы.